Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Он довольно объемный, я не буду его засчитывать весь. Постараюсь лишь только раскрыть основные моменты. Итак, переехала в другую страну с молодым человеком для того, чтобы добиться совместных целей, ну и не только. В другой стране мы уже расстались и мы встречали 10 лет, почти никогда не ссорились, все было ок. За границей отношения стали холодными и неуважительными. Пишите вы. Ну, смотрите, 10 лет вы встречались с человеком. Ну, я думаю, вы как минимум согласитесь с тем, что 10 лет – срок большой. И я думаю, что вы не будете, опять же, спорить с тем, что расставание после такого количества лет, проведенных вместе, вместе, нельзя назвать легким, нельзя назвать нетравматичным. Вы сами, забегая чуть вперед, пишите, что грустили из разрыва. Ну, так вот, правда, которая у вас, получается, образовалась в результате разрыва. Она, получается, выстроила такую уязвимую составляющую в вашей психике, вероятно, являющуюся продолжением неких предпосылок, что уже были, когда вы находились в отношении. Почему? Вы говорите о том, что почти никогда не ссорились. С одной стороны, то, что вы почти никогда не ссорились, означает, что многое было подавлено. Потому что спорить, дискутировать необходимо. Ссора – это уже такой, достаточно радикальный способ выразить свои чувства, только когда они подавлены совсем. У меня сложилось впечатление, что у вас довольно формализованные отношения с молодым человеком были. И, понимаете, вы пишите, что они стали холодными, неуважительными в другой стране. С одной стороны, хочется спросить, а вот как отношения могут так быстро измениться? Хочется спросить, ну как вот, если у вас все было хорошо, все было ок, как вы говорите? Как же так получилось, что такие сильные, быстрые перемены произошли? С другой стороны, я понимаю, что речь здесь идет об адаптации, об адаптации к новой стране, в которой вы находитесь. И эта адаптация также является травматизирующей, то есть человеку натурально сложно находиться в процессе адаптации к жизни в другой стране. И люди, ну по-разному это проживают. Люди по-разному, скажем так, с этим справляются. Но все-таки, все-таки, на мой взгляд, такой, знаете, скромный, я бы сказал, мой взгляд. Вы описываете отношения, которых, по моему мнению, не было глубины. Естественно, я могу быть не прав в этой ситуации. Естественно, я могу в этой ситуации чего-то не знать, само собой, разумеется. Но выглядит, как минимум, странно, то, что ваши отношения изменились так быстро. Вы практически не пишете ничего о том, что послужило причиной. Пакет изменений. Вы говорите просто, что отношения стали холодными и неуважительными. Но ведь отношения строят двое людей. И получается, что вы сами, вы, вероятно, вносили и, вероятно, продолжали вносить все это время, скажем так, какой-то вклад. В отношения. В отношения. То есть, иными словами, не только, не только от молодого человека зависело то, что между вами происходило. Наверное, в какой-то степени это зависело еще и от вас. Но об этом вы ничего не пишете, к сожалению. Дальше. Поднакомилась с другим мужчиной уже в новой стране в момент процесса расставания с бывшим. Влюбилась в него. То есть, что здесь можно сказать? Здесь можно сказать, что вы, находясь в травматичной для себя ситуации, переключаете свое внимание с боли от расставания на другого человека. То есть, по сути, хлопаетесь за него, как за спасительный круг. Понимаете, да? Это, в общем и целом, так и выглядит. Это выглядит именно как то, что вы хватаетесь, хватались за него, как за спасительный круг. Потому что, как я уже сказал, вы говорите, что влюбились. Значит, это, вероятно, идет приписывание, приписывание человеку тех качеств, которые вам нужны были. То есть, вы влюбились, приписав человеку то, чего не хватало вам. Вы влюбились, приписав другому человеку свои потребности, к сожалению. Отсюда такая формулировка. Влюбилась. То есть, не полюбила его, а именно влюбилась. Больше здесь это похоже на страсть. Дальше. Значит, стали встречаться. До того момента больше общались онлайн и виделись в пару раз. Но, опять же, здесь в данном случае непонятно, как это соотносилось с теми, что вы находились в отношениях. Вот, но то, что вы видели в онлайн, то, что вы видели в онлайн, говорит об идеализации. Идеализации друг друга. Вот. Сначала все было нормально. Понимание и поддержка друг друга. Здесь хотелось бы увидеть, чтобы вы увидели. Что для вас такое понимание и поддержка друг друга, потому что каждый это видит по-своему. Потом, с его стороны, началась какая-то ревность и истерика. И здесь снова момент, связанный с тем, что это, по вашим словам, как-то внезапно происходит. Понимаете? Вы пишите, с моей стороны была грусть после разрыва в очень долгих отношениях, и это понятно. Но если вы грустили, не радо ли вам было вступать в отношениях? Вот, корнем проблем ваших проблем в данном случае является именно то, что вы выбрали схватиться за другого человека, как за спасительный круг. Нормально грустить после разрыва долгих отношений. Нормально. Абсолютно нормально. Этот период нужно прожить, и потом вы будете готовы к новым отношениям. Вы вступили в отношениях, не будучи готовы к ним, проигнорировав свое состояние, проигнорировав свои чувства, перенаправив их на другого. Есть, конечно, вариант, что вы уже не любили своего предыдущего молодого человека и влюбились в другого. Но если вы не любили предыдущего молодого человека и с ним были в отношениях, возникает опять же вопрос. Что мотивировало вас с этим человеком тогда быть, не испытывая к нему чувств? Понимаете, то, как вы описываете историю ваших первых отношений и то, как вы описываете историю вторых, создает впечатление, что вы к себе невнимательны. Вы как будто бы плохо замечаете то, что с вами происходит. А человек, который плохо замечает то, что с ним происходит, ну, в общем и целом, становится объектом манипуляции. Такому человеку сложно выстроить личные границы. Такому человеку сложно опираться над себя в принятии каких-то непростых решений. По типу, например, решений, связанных с выбором. Вы пишете, с моей стороны была грусть после разрыва очень долгих отношений. Это абсолютно нормально. Видимо, его это бесстиле и внушало неуверенность. Возможно, но это вопрос доверия между вами и партнером. То, как быстро изменились ваши отношения с первым молодым человеком и как быстро они начали меняться со вторым, говорит о том, что, возможно, доверительные отношения вы быстро выстраивать не можете. Почему? Потому что вы не доверяете себя. Поэтому появилась какая-то невротичность и очень частые ссоры. Ну, непонятно, у кого появилась невротичность. Вот. И не совсем в данном случае понятно, что вы называете невротичностью. Дело в том, что невротичность это, скажем так, это описательный элемент той части личности, которая подверглась изменению. И очень частые ссоры. Пишите вы. Если вы имеете ввиду себя, это одно. Если вы имеете ввиду своего партнера, это другое. Но ссоры возможны в том числе благодаря и вам. То есть вы вносите свой вклад в конфликт. И у меня опять же возникает вопрос. Какой вклад вы вносите в ссору? Человек стал очень навязчивым. Навязчивым с какой-то манией преследования. Столько ссор, а главная продолжительность этих ссор у меня в жизни во всех прошлых отношениях не было. Давайте попробуем проанализировать и посмотреть, как заканчивались все ваши прошлые отношения. Вы о ссорах говорите так, как будто от вас они совершенно не зависят. Дальше. Мне это надоело и я предложил расстаться. Здесь ключевой момент. Один из ключевой момент. Ну или очередной ключевой момент. Ключевой момент. Он заключается в следующем. Вы предлагаете человеку расстаться. Но не говорите ему о том, что я с тобой расстаюсь, потому что хочу, например, этого. Да? Ну, допустим. Понимаете, да? Какой здесь, ну, какой здесь момент. Дальше. Он буквально плакал и бросил не бросать его. То есть, что вы его поджалели. Давайте подумаем мы. Подумаем, как для вас становится, возможно, жалостка. Мне это надо... Так, значит, в итоге позже поменял свое отношение и ссор стало меньше. Ссор стало меньше. Опять же, как будто бы здесь все зависит только от него, но не от вас. Понимаете? Ну, проглядывается некая ваша пассивность или чисто реакционное поведение, когда я реагирую только. Что-то поменяла, сказала, что принимает антидепрессанты. Я переехала к нему. Опять же, как вы пришли к этому решению? Чего бы хотели, на что надеялись? И стали снова ругаться? И опять... Ваш-то вклад в это... Какой? Начались какие-то упреки уже разного характера. Непонимание. Вместе жить было неохотно. Бесконечный ссор. Бесконечный ссор и снова преследование. Недавание даже приобретения ссор. По сути, сейчас вы просто жалуетесь. Платили за все порогу, но он постоянно говорит, что я плачу меньше, что-то требовал. В итоге потом, так как он не работал, председая, что болен, его деньги кончилось. Здесь и далее. Идет классическая, такая манипулятивно-абьюзерская история. Иными словами, созависимость и треугольник Карпмана, в который вы являетесь жертвой. Давайте мы пропустим с вами ваше описание. Проблема. Вот вы пишите. Значит, к середине месяца снова начались манипуляции и ссоры. Что я его обращаю, что я очень плохой человек. Подскажите, как справляться с такими ситуациями и людьми? Работать необходимо с личными границами, самооценкой, страхами. Прямо это вы боитесь одиночества в данном случае. Мне столько внушает чувство вины, что хочется уже провалиться с гос земли и поверить в это. Я открою вам небольшой секрет, который является и хорошей, и одновременно плохой новостью. Вы уже верите в то, что вы виноваты. Это связано с тем, что вы подавляете свою злость на человека. Вы подавляете естественную защиту себя. Потому что вам кажется, что если вы будете себя защищать, то вас сбросят и вы всегда будете одна. Вот. Дальше. Я постоянно думаю, что я делаю не так. Ну, это проблема самооценки. Почему я не могу выбирать, что мне делать? А действительно, почему? Потому что вам нужно разрешение. Здесь вы занимаете детскую позицию. Меня постоянно принуждают, будь то каким-то действием. Подумайте, а как получается? Как у человека получается вас к чему-то принуждать? Как уйти, чтобы не жалеть его и не испытывать чувство вины? Я бы поисследовал здесь жалость. Я могу сказать, что жалость – это, с одной стороны, отрицание выбора другого человека быть там, где он есть. А с другой стороны, жалость – это направленная на другого человека частичка любви к себе. Только вы, как бы, в данном случае, эту любовь у себя, ну, отбираете, что ли, да? То есть, вы, как бы, отнимаете у себя эту любовь. Дальше. Чтобы человек не вас ненавидел, а понял, что нужно брать ответственность за все, что с ним произошло, а не взваливать свои проблемы на других. Вот здесь уже у вас родительская позиция и требование чего-то от другого человека. Почему вы запрещаете человеку вас ненавидеть? Почему вы требуете от него, чтобы он понял что-то там? Для чего вам это? Это желание кого-то переделать под себя. То есть, здесь вы перекладываете ответственность в себя на другого. Ты пойми. Ты ненавидь меня. Ты пойми. Зачем? Снова про одобрение. Снова про одобрение. Речь идет снова про одобрение. Про подтверждение, как бы, своей правоты. Как уйти так, чтобы он не стал мстить и ставить мою жизнь под риск? Ответ здесь простой и достаточно никак, потому что вот коллега, например, сказала, что он не будет мстить. А я не стал бы так говорить, потому что не знаю, будет он мстить или нет. Мне кажется, здесь дело не в этом, не в том, будет он мстить и будет ли ставить вашу жизнь под риск. А дело в том, стоит ли оно того. Пока вы настолько почему-то боитесь мести, настолько сомневаетесь в том, что сможете себя защитить, что готов это все терпеть. Но самое главное, вы находитесь, как мне кажется, в достаточно сильной оторванности от своих чувств. Вот давайте, знаете, я как сделаю, вот тут у нас коллега вам отвечала, да, я хотел бы, значит, засчитать небольшой момент, вот. Вот коллега пишет, разрешить себе быть плохой. Самый простой способ выйти из отношений. Фраза типа, да, я тебя бросаю, больного, одинокого, беспомощного, беспомощного, да, я плохая, можешь свяжить меня, свяжись, не считать меня такой, я не против, твое мнение не заставит меня отказаться от своих планов. Смотрите, казалось бы, да, здесь идёт чёткий совет, то есть, ну, не совет, но, по крайней мере, вам даётся пример того, как нужно говорить. Но вам, вот чтобы это сказать, нужно увидеть, а ради чего, ради чего я это делаю? Ради чего я плохая? Знаете, плохими быть не хотят никто, никто не хочет быть плохим, ну, вообще изначально. Но мы все обречены на это, чтобы быть плохими, когда речь идёт о том, чтобы нам оставаться самими собой. Оставаться самими собой нам возможно, когда мы понимаем, когда мы чувствуем, чего мы хотим, для чего мы это делаем. И вот здесь, и вот здесь, я хотел бы зачитать вам небольшой отрывок из вашего текста. Сейчас я постараюсь его найти. Так, значит, вы пишите, пишите, так, вот. Мне нужно развиваться, заводить контакт на стороне, учиться, получать документы и работать. Вот это ваш план. Окей, хорошо. Мне нужно развиваться, заводить контакты в стране, учиться, получать документы и работать. Заметили ли вы одну вещь? Здесь никакой конкретики. Нет, понятно, что вы хотите себя обеспечить, понятно, что вы хотите жить более-менее достойно. Это понятно. Но чего вы хотите? Вы пишите о том, что вы приехали в другую страну реализовать совместные с парнем цели и ваши личные. Вы можете сказать, что я придираюсь к словам, но если дословно читать ваше сообщение, то вы пишите, переехала с молодым человеком для того, чтобы добиться совместных и нет целей. То есть, свои собственные цели вы называете нет. Естественно, это можно с легкостью назвать пределькой. Сказать, что вот, придрался к словам, ничего они не значат. И что-то просто хотел, я хотел ее сократить. Вот. И я с вами не буду спорить. Но, понимаете, общая картина, вот общая картина, если складывается воедино то, что вы описываете, создает впечатление, что здесь нет ничего случайного. Не случайно вы свои цели обозначаете как нет. Не случайно вы говорите, что мне нужно учиться работать, получать документы, развиваться. Но непонятно, что именно, развиваться куда, что вы хотите, кем вам важно стать. И на самом деле, глобально, у мужчины получается делать то, что он делает, только потому, что вы не очень видите, куда вам идти. У мужчины получается вас ограничить, потому что не очень хорошо вы чувствуете себя. У мужчины получается вами манипулировать, вызывать чувство вины и прочее, прочее, только потому, что вы недостаточно слышите себя. И, понимаете как, ну, я буду с кем-то, говорите вы, пусть я буду с кем-то, говорите вы, мне одной страшно, говорите вы, чего я хочу, уверен ли я в себе. Что такое уверенность в себе? Уверенность в себе это отнюдь не требование стопроцентной достоверности, доводов, касаемых адекватности той или иной вашей цели. Уверенность в себе это принятие, в первую очередь, принятие своего несовершенства. Это принятие, в первую очередь, своей ошибки. Вот, что такое уверенность в себе. Уверенность в себе у нас нет, потому что вам могут внушить чувство вины именно по той простой причине, что вы к себе достаточно требовательны. Но за требованиями к себе вы не видите того, чего вы хотите. И, как результат, получается у людей достаточно хорошо таким образом вами манипулировать. Вот и вся история. Поэтому, если вы сядете прямо сейчас и спросите у себя, а чего же я хочу? Как я себя вижу? Кем я хочу быть? Что я хочу делать? Возможно, обязательно расставаться и уходить до человека даже. Вы можете с ним жить. Предположительно, ну, предполагаю, что не так легко найти жилплощадь, не так легко это всё сделать. Вы можете с ним жить, но вы можете жить своей жизнью только если понимаете, куда вы движетесь. Только если вы понимаете, куда вы идёте. Только если вы понимаете, к чему вы идёте. Понимаете ли вы это сейчас. Вы проделали уже довольно большую, довольно серьёзную работу. Вы переехали в другую страну. И сейчас все ваши усилия готовы пойти никуда. А может быть вы это всё делали и не ради себя, и не для себя вовсе. Может быть вы это всё делали для своего молодого человека. И увидев, что с ним отношения себя исчерпали, потому так быстро переключились на другого мужчину. Это вопрос. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok